Алиэкспресс давно уже стал площадкой, где можно заказывать не только чехольчики и пленки, но и любую сложную электронику, ноутбуки, смартфоны, планшеты и, разумеется, комплектующие, чем мы и займемся в сегодняшнем видеоролике. А именно, я предложу вам 4 игровые сборки с Алиэкспресс. Но прежде всего, приветствую всех на канале Мой Компьютер, у микрофона Хомиш, и если вы еще не подписались или не нажали на колокольчик, то обязательно это сделайте, дабы не пропускать следующие видосы. Начнем с базовой игровой сборки всего-то за 15 тысяч рублей. В этом нам помогут серверные Xeon, которые можно найти всего-то за 1000 рублей, а именно E5440. Да, это очень старые процессоры, но и в то же время они дадут вам производительность уровня Pentium Gold, который стоит в 5-6 раз дороже. Единственный минус в том, что 775-е материнки, поддерживающие 4-х ядерные процессоры, стали достаточно дорогими. Например, за крайне популярную Asus P5Q на Алиэкспресс просят до 2000 рублей. Зато DDR3 оперативка стоит дешево, и поэтому имеет смысл взять две планки по 4 гигабайта. Именно этот объем можно считать минимумом для современных игр. Обойдется такой комплект в 2-2,5 тысячи рублей, где, само собой, брендовая память стоит дороже, а китайские ноунеймы дешевле. И переплачивать за 1600 МГц в случае с процессорами 10-летней давности, естественно, нет никакого смысла. Так что подбирайте то, что вам удобнее. Далее видеокарта, и тут есть огромное количество интересных восстановленных БУ решений 700 и 900 серии. Лично мне очень приглянулось 750 Ti за 3,5-4 тысячи рублей, при том, что это достойный ответ 10-30, которая стоит дороже и хуже по производительности. Разумеется, рассчитывать на ультра настройки нет смысла, но как минимум Full HD на минималках наша видюшка потянет без проблем. Для ускорения работы системы потребуется простенький SSD-шник на 120 гигов, и тут хватает множества различных китайских брендов в пределах полутора тысяч рублей. А что же касательно всех остальных комплектующих, то их лучше покупать в России. Особой выгоды на жестком диске, блоке питания и корпусе с Али вы не получите. Поэтому мы покупаем жесткий диск на терабайт за 3 тысячи рублей, тысячу выделяем на корпус, и в районе двушки остается на обычный блок питания, как минимум ФСПшный, и у Дион на 500 Вт. Ну и напоследок остается простенькая башня, например, от Deepcool с парой тепловых трубок, также в пределах тысячи рублей. Итоговая цена сборки получается в районе 17-18 тысяч рублей, и это без каких-либо скидок, и даже с небольшим запасом. А в том случае, если у вас остался, например, какой-нибудь старенький корпус с блоком питания и жестким диском, можно уложиться даже в 10-12 тысяч. Что получается очень круто, как для компьютера, который справится со всеми онлайн играми и даже новинками, пусть и придется похимичить с настройками. Далее, в пределах 25 тысяч рублей, можно собрать неплохую среднеуровневую игровую сборку, где мы получаем следующую ступень эволюции процессоров Xeon на сокете 1156. Остановиться стоит на четырехъядерном X3440, у которого пусть и низкая тактовая частота, но на самом деле он без проблем гонится, например, до 3,5 ГГц под воздухом. С учетом четырех полноценных ядер и восьми потоков, он показывает себя на уровне Core i3 восьмого поколения, что очень неплохо с учетом цены в тысячу рублей. Далее материнская плата, и здесь раскрывается главная разница этой сборки в сравнении с предыдущей. Проц, конечно же, дешевый, но вот на материнку придется выложить 5, а то и 6 тысяч рублей. Выбор огромный, от Biostar до Asus и MSI. Главное взять нужный чипсет P55 или же H55, чтобы у вас была возможность разгона. В случае с оперативкой это снова же две планки по 4 ГБ, а вот с видюхой все куда поинтереснее. В пределах 7 тысяч рублей можно купить GTX 960, также восстановленную, как и в случае с предыдущей видюхой, но уже с производительностью уровня 1050, а то и 1050 Ti. При том, что вы неплохо экономите. С остальными комплектующими делаем примерно так же, как и в случае с предыдущей сборкой. То есть у вас будет 8 тысяч рублей на SSD-шку, жесткий кулер, корпус и блок питания. Тут уже вопрос индивидуального подхода и наличия старых комплектующих. Таким образом мы укладываемся в 25 тысяч рублей и получаем компьютер, которого уже хватает для, ну как минимум, средних настройках при Full HD разрешении. А вот уже в пределах 40 тысяч рублей можно собрать высокопроизводительную игровую сборку. Остановиться потребуется на сокете 1366 и 6-ти ядерном процессоре Xeon 5650. Стоит он опять же 1000 рублей и здесь та же самая история. Более высокая стоимость материнских плат. И само собой, если вы планируете гнать данный процессор как минимум до 4 ГГц, придется раскошелиться на хорошее решение с X58 чипсетом, который стоит 8-9 тысяч рублей. И выбор тут снова же велик. От дешевых китайских Huanan до всеми привычных MSI, Asus и Gigabyte. По оперативке для такой сборки 8 ГБ будет уже маловато, поэтому потребуется 2 планки по 8. И это выйдет уже примерно в 5000 рублей. И опять же нет смысла переплачивать за частоту. Ведь при разгоне вашего процессора память также разгонится. Далее видеокарта. И тут имеет смысл взять RX 580 на 4 ГБ. Правда вот не с Алиэкспресс, а с российских магазинов. Переплата будет небольшая, но зато у вас получится полноценная гарантия. Стоит такая карточка в районе 12-14 тысяч рублей. И позволяет она играть на разрешении в 1080p при высоких настройках графики с комфортным FPS. Также стоит нарастить и объем SSD-шки. 240 гигов уже то, что нужно. И потребуется на это порядка 2500 рублей. А вот с жестким диском оставим тот же самый на 1 ТБ за 3000. В случае с корпусом и блоком питания у вас будет в районе 6-7 тысяч, дабы подобрать то, что душа желает. Лично мне нравится Zalman i3 в сочетании с БП-шкой Gigabyte P650B, у которого уже и мощности в запасе, и имеются все защиты. А в случае с охлаждением стоит остановиться на Deepcool Gamax 300, который стоит порядка 1500 и в целом неплохо справляется даже с разогнанными процессорами. В итоге за 40 тысяч рублей мы получаем компьютер, которого вам хватит для игр при Full HD разрешении на высоких настройках графики с комфортным FPS и запасом на 2-3 года. И наконец максимальный вариант игровой сборки с Алиэкспресс за примерно 60 тысяч рублей. И тут снова стоит сменить сокет, а именно перейти к 2011. Где царит раздолье, есть процессоры и с 6, и с 8, и даже с 10 и 12 ядрами. Но следует понимать, что во-первых, особого смысла брать 6 ядерники на нем нет. Даже то, что имеет разблокированный множитель, будет процентов на 10 быстрее предыдущего решения, при куда большей стоимости самого братца и материнки. Во-вторых, 8 ядерные решения с разблокированным множителем стоят просто баснословных денег, 15-20 тысяч рублей, что делает их покупку абсолютно бессмысленной. И наконец, в-третьих, 10 и 12 ядерные проццы идут с заблокированным множителем, что ограничивает частоту на 3-3,5 ГГц. С учетом всего вышеперечисленного, мы остановимся на восьмиядерных проццах поколения EV Bridge с заблокированным множителем. И самым выгодным оказывается Xeon E5 2650 второй версии за 5,5 тысяч рублей. Он где-то по процентов на 20 быстрее предыдущего процессора, и это разумный Xeon максимум, который можно купить на Али. Что же касается материнской платы, то подходят решения на X79 чипсете. Так уж вышло, что брендовые решения начинаются от 10 тысяч рублей и заканчиваются на 30-40. Поэтому конкретно мы остановимся на китайских Хуанан, но вам, зрителям, стоит дать совет. Заглядывайте иногда на ваши городские барахолки и Авито, где есть вероятность найти брендовые X79 материнки за разумные деньги. Ну а в нашем случае это все-таки Хуанан, который, конечно, имеет проблемы со стабильностью, пусть и не в каждом варианте, но иногда действительно они бывают. И в принципе за 7-8 тысяч можно взять вполне неплохую материнку. При желании можно ложиться даже в 6 тысяч рублей, но так сильно лучше не экономить. Далее оперативка, и тут нам более чем достаточно 16 гигабайт. Вопрос лишь в том, как вы их соберете, 4 по 4 или 2 по 8. В принципе, что так, что так, сумма денег будет примерно та же самая, но плюс 4 планок это все-таки 4-х канальный режим, с которым процессоры сокета 2011 справляются без проблем. Что же касается видеокарты, стоит замахнуться на GTX 1070. Стоимость ее в России порядка 27-29 тысяч рублей. И в принципе, даже если чуточку добавить, можно купить и 2070, но тут уже вопросы к вам. И само собой, что то и что то видюхи хватит как и для Full HD, так и даже для 1440p. Все остальное можно оставить примерно таким же, как и в случае с предыдущей сборкой. А все потому, что в принципе нет смысла переплачивать, ни за какой-то более крутой кулер, и даже корпус мы выбирали с запасом. В итоге, да, половина всей суммы уходит на видеокарту. И на самом-то деле в игровом компьютере так и должно быть. Приятно то, что при всем желании за такую сумму вы не соберете аналогичный компьютер, если не придется взять часть комплектующих с Алиэкспресс. И поэтому данная сборка за 60 тысяч на сегодняшний день практически самый актуальный вариант компьютера. У вас имеется и возможность апгрейда, и более чем актуальные комплектующие на сегодняшний день. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши мысли в комментариях, подписывайтесь, если еще не подписаны. Удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok